Приветствую вас, я бы хотел сначала, прежде чем ответить на ваш вопрос, который вы задаете, я бы хотел сначала задать вам вопрос, который мне кажется важным достаточно. Этот вопрос связан с тем, почему вы не хотите, чтобы ребенок, ну чтобы ваш ребенок помнил своего отца, грубо говоря, что в этом плохого. То есть, как бы вы можете хотеть развестись со своим мужем, это ваше право, но совершенно не обязательно, совершенно не обязательно, на мой взгляд, разлучать ребенка с отцом, потому что отец ребенку нужен. Исключение, конечно, составляют те случаи, когда отец негативно относится к своему малышу, и в этом случае, конечно, можно говорить о том, что ребенку отца лучше не знать. нет, но поскольку, по идее, по идее, вы имеете право на, скажем так, некоторые алименты, допустим, поскольку вы имеете право на то, чтобы получить эти алименты, то, на мой взгляд, на мой взгляд, будет рано или поздно вопрос такой, от кого вы получаете эти алименты. То есть, ребенок, например, если вы будете эти алименты получать, будет спрашивать у вас, откуда мама, например, у тебя деньги, откуда мама у тебя средства и что вы будете скрывать от него происхождение этих средств? А зачем? Опять же, почему? То есть, вот, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь вот есть определенный момент. Если вы, например, будете говорить, что отца у него нет вообще, у ребенка, это тоже будет странно. Вот, если у него будет другой отец, например, ну, другой будет папа. И как бы вы будете говорить, что это он. Ну, на мой взгляд, это будет работать, опять же, до пары и до времени. Да? То есть, почему? Потому что ребенок, он может узнать. Рано или поздно он может узнать о том, что как бы, ну, у него есть папа настоящий, да, и что это не его настоящий отец. И вам нужно на этот случай также узнать, что вы будете делать и что вы будете говорить. Потому что если вы будете, например, обманывать ребенка, да, то, на мой взгляд, ну, здесь вы рискуете с ним вообще потерять связь, контакт и так далее. Вот. Хотя, конечно, этот вопрос решать вам. То есть, смотрите, 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 если вы решаете для себя, что отец вообще никогда не появится в жизни ребенка и не может, ну, не может будет появиться, не сможет появиться, даже если захочет, что в таком случае можно придерживаться этой вот легенды, да, легенды о том, что как бы, ну, что либо отца нет, либо будет там другой. Вот. Но это вам решать. Если есть хоть какие-то сомнения на этот счет, да, то есть если есть сомнения насчет того, что отец появится, то лучше все-таки не настаивать на отсутствие отца, не настаивать на том, что его нет у ребенка и, соответственно, отвечать на все вопросы, если они у него будут. Вот. Теперь, значит, теперь по поводу того, что, значит, теперь по поводу того, будет ли помнить ребенок отца. Шесть месяцев, конечно, не тот возраст, когда ребенок может помнить кого-то, кроме своей мамы. Вот. Конечно, это не тот возраст, безусловно. Вот. Но в некоторых случаях при очень ярких впечатлениях он может испытывать какие-то чувства. Ну, например, грусти, тоски и так далее. Такое может быть вполне. Но если вы расстанетесь со своим мужем сейчас, ну вот, прямо сейчас, если вы расстанетесь, то ребенок скорее всего отца помнить не будет. То есть в этом плане вы можете быть спокойны. Воспоминания у ребенка не сохранится. Ну, опять же, это только при учете тех, значит, толькостей, тех нюансов, которые я озвучил. Мне кажется, что это важно. Мне кажется, что эти моменты, они важные. Вот. Мне кажется, что на будущее ребенка может повлиять. Это так, что вы не хотите, чтобы он помнил о своем отце. Вот. Ему это, к сожалению, просто в жизни может аукнуться. Ему это может аукнуться, и для него это может, ну, ему это может злую щетку сниматься, играть может. Вот. Тем не менее, тем не менее, на ваш вопрос, я думаю, можно ответить именно так. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку «Будро помочь». С вашей стороны было бы правильно, если бы вы уточнили, для чего интересуетесь подобными вещами вы, то есть, ну, какой целью вы это делаете, что вы хотите, что вам интересно. Вот. Ну, в контексте этого, да, в контексте вот данных аспектов, что вам интересно. И, может быть, тогда эти вопросы, которые вас интересуют, мы бы могли вам прояснить, и вам бы это стало понятнее. Вот. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok